МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Узнал, как протекает лечение онкобольной. Переписывались с вами, разговаривали, будем считать. Моя позиция такая же, как и у вас. Люди, которые обязаны получать телевизионные виды медицинской помощи, будь то лекарственные, будь то софтехологичные, будь то какие-то другие, неукоснительные должны это получать. И никого не волнует ссылки тех или иных разных структур, о том, что у них что-то несовершенное или какие-то есть происходят сбои. Сегодня Рамеля часто улыбается и говорит, что верит в эффективность лечения. Ее опорой и поддержкой до недавнего времени была семья. А теперь Сергей Морозов, поскольку к ее выздоровлению, он непосредственно приложил руку. Сейчас женщину до конца года полностью обеспечили препаратом кризотенибом. Со 2 июля девушка уже может получать рецепт и сам дорогостоящий препарат в своей поликлинике и, соответственно, в аптеке по месту жительства. У меня есть огромный стимул, потому что у меня есть маленький ребенок. И 6 сентября всего лишь 4 года. Ты специально? 6 сентября, да. У меня 6 сентября тоже делится. Да? Я не знала. Я не знала этого, честно. За круглым столом глава региона заслушал министра здравоохранения о ситуации по обеспечению пациентов в медучреждения лекарственными препаратами. Чтобы внести дорогостоящие кризотениб в льготный перечень, ведется работа по внесению изменений в территориальную программу государственных гарантий. Значит, механизм был запущен с формулярной комиссией. По пессимистическим прогнозам мы будем иметь подписанные постановления после всех согласований 20 сентября перед принятием бюджета. Соответственно, расторговывать для нее и для лиц, которым требуется этот препарат, на будущий год мы сможем уже после принятия бюджета в октябре. О теме доступности лекарственного обеспечения и развития здравоохранения в области глава региона продолжил говорить с главными врачами медучреждений на профильном совещании. Мы будем очень серьезно с вами собеседовать по вопросам удовлетворенности населением, той работы, которую вы проводите, и в том числе давать независимую оценку или, по крайней мере, ознакомиться с независимой оценкой, которая будет выразиться вам. Так, в ходе нацпроекта здравоохранения в регионе запланировано снижение смертности от онкологических заболеваний на 7,5% к 2024 году. Для реализации этих задач будет организовано 8 центров амбулаторной онкологической помощи на территории Ульяновской области, закуплено порядка 200 единиц современного оборудования в онкологический диспансер и отделение гематологии детской областной больницы имени Горячего, а также подготовлены квалифицированные кадры. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин. Новости Улл. Правда. ТВ.